Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберёмся с тем, что вы пишете. У меня проблема в отношении с моим паркстарным. Скоро будет два года, как мы вместе. Мы с мужем в сварном колледже всегда вместе, резко гуляем, так как он не любит гулять. Проводим время наедине, тоже мало. Ну, здесь, как я понял, если я вас правильно понял, здесь речь идёт о том, что вы в колледже проводите время много вместе. Именно вот в колледже, в колледже именно, вот, вы проводите достаточно много времени вместе. Вот, но наедине друг с другом, да, вот так, чтобы, так, чтобы, ну, вы были вместе, помимо учёбы, да. Вот, так вы практически времени вместе не проводите, если я вас правильно понял. Вот. Дальше, значит, проводим наедине мало очень времени и не гуляем, так как он не любит гулять. Ну, здесь, наверное, мне хочется у вас как-то вот спросить, да, почему вы, ну, почему вы на него ориентируетесь здесь? Не на себя, да, не на то, что вы хотите, а на него, то есть, ну, к примеру, не хочет, там, допустим, мужчина гулять, да, с вами, с вами. Ну, или, или вообще не хочет, не хочет, не хочет гулять, а, вот, ну, это его право и его выбор. То есть, он, в принципе, может и не хотеть, как бы, гулять. Но вы такое ощущение, что пытаетесь, как будто бы, знаете, ну, как будто подстроиться под него, вы пытаетесь. Вот, какая-то такая история, на самом деле. И это вопрос, вот, скорее, наверное, к вам. Почему так? Почему так, да? Вот. То есть, почему вы пытаетесь так вот делать? То есть, такое ощущение, да, что, вот, сами вы не выбираете то, чем вам заниматься. Вот. Здесь. Также непонятно, почему вы наедине друг с другом проводите мало времени вместе, как вы говорите. То есть, в чем здесь конкретно трудность у вас заключается? То есть, у вас мало интересов общих? Или как? Вот. Или что? Понимаете? То есть, вот, мне как-то, ну, мне как-то, вот, кажется, что этот момент надо выяснить, выяснить обязательно. Дальше. Значит. Так у нас вроде все хорошо, а друг друга любим. Ну, может быть, и действительно у вас все хорошо. Я не знаю, что есть. Что, что каждый, каждый из вас, вот, а, что понимает, понимает, вот, вот этим вот, хорошо. Да? То есть, кто, кто, как, кто как понимает, хорошо. То есть, вас устраивает, а, такая вот, допустим, ну, такая его позиция, такое его отношение к себе. Если устраивает, то, да, все, наверное, действительно, неплохо. Вот. Но, если вас это не устраивает, то, в таком случае, наверное, все не так хорошо, как хотелось бы, наверное, вам. Понимаете, да? О чем идет речь? То есть, за кого вы говорите, когда вот, когда вот говорите, что, ну, что у вас все хорошо? Вы говорите за себя или вы говорите за, ну, за человека? Потому что у меня, например, как-то вот не сложилось такое впечатление, что у вас прям все хорошо. Наоборот, у меня сложилось такое впечатление, что вы, ну, не удовлетворены тем, что происходит. Ну, между вам, собственно говоря. Дальше вы пишете, что между нами произошел конфликт. Здесь я сразу хочу сказать, что в конфликте участвуют два человека, не один. И, соответственно, если произошел конфликт, то его нужно разбирать с точки зрения ответственности, в первую очередь, вашей. Потому что, ну, вы обратились к нам. Вот. И дальше уже, я полагаю, ну, смотреть, что вы хотите. То есть конфликт, конфликт, он произошел в том числе и по вашей ответственности. Да? Конфликт произошел в том числе. В том числе и по вашей ответственности тоже. Вот. И, соответственно, здесь нужно, чтобы вы постарались взять на себя эту самую ответственность. Вот. За то, что, значит, произошло. Это, мне кажется, вполне себе будет справедливо. Дальше. Так. Он сказал, что я ему не нужна на учебе рядом. Но если бы не я, его бы отчислили. Я ему помогла с учебой. Ну, вот здесь, как бы, есть некоторое противоречие. Да? То есть, с одной стороны, вы говорите, что вы ему помогли с учебой. И вроде как вы, ну, если вы ему помогали, то, наверное, делали это... А для чего? Для чего вы ему помогали? Почему вы хотели, хотели ему помочь? Зачем? Да? Вот, казалось бы, такой простой вопрос. Почему сейчас вот вы говорите, что вам, ну, что... Ну, по сути, вы пишете, что вам обидно. По сути, вы пишете, что вам обидно. Вам обидно, что человек вас, ну, условно говоря, не оценил. Да? Вам обидно, что человек, ну, не смог оценить вас. По сути. Речь ведь об этом идёт. Как бы. И, ну, вопрос, он вот в том и заключается. Чтобы этот момент понять. То есть, понять именно ваши ожидания. Вот здесь. То есть, если, если вы ему помогали, да, если вы помогали человеку, то, вопрос, для чего вы ему помогали? Зачем вы ему помогали? Да? Да. Ну, грубо говоря, помогали вы ему, что бы что. то, может быть, вам хотелось, там, допустим, для себя что-то получить, может быть, вам хотелось чего-то и так далее. То есть в этом, в принципе, плохого ничего нет, а? Ну, лучше, конечно, если вы, ну, будете отдавать себе отсчет в том, что это вот так и это и есть, вот. Дальше, так, постоянное оскорбление в мой адрес, мне это надоело, но я его люблю, что мне делать? Ну, вы знаете, я бы не сказал, что здесь имеет место быть такая вот любовь, условно говоря, здоровая, я бы не сказал. Почему? Почему? Потому что здоровая любовь предполагает, безусловное, принятие партнера. Вот. вы, вы же партнера своего, на мой взгляд, не принимаете, по крайней мере, до конца. так, вот, то есть он вас, условно говоря, да, он вас как-то вот нервирует, напрягает и вам не нравится то, что он вас, ну, то, что он вас оскорбляет, грубо говоря, и это, это абсолютно нормально, что, что вам это не нравится, я ни в коем случае не хочу сказать, что вам как-то вот должно это нравиться, ни в коем случае не хочу сказать, что вам должно, должно это нравиться, то, что он вас оскорбляет, но речь идет попомнить, что вы либо принимаете его таким, какой он есть, да, и следуете тому, что он хочет, либо вы не принимаете его таким, как он есть, и признаете, что человек просто не ваш. Но вы не можете, судя по тому, что вы описываете, вы не можете этого сделать. Вы не можете признать, что человек не ваш, вы не можете признать, что человек вам, условно говоря, по ряду причин не подходит. Вот. Вы не можете этого принять. И это, как бы, ну, нормально. То есть, нет ничего плохого в том, что вы, что вы, там, допустим, не готовы человека потерять, к примеру. Вот. Нет ничего в этом плохого. Но желательно, вот именно желательно, желательно признать этот момент, желательно признать этот аспект, признать, что вы не можете, что вы не можете, там, грубо говоря, без этого человека, что вы не можете, грубо говоря, без этого мужчины. Допустим. Понимаете? Вот. И если вы признаете свои потребности, то вы уже лучше сможете их, ну, реализовать. Ну вот. Понимаете? Вы сможете лучше их удовлетворить, свои потребности, я имею ввиду. И вот таким, таким мне видится ответ на ваш вопрос. Да? То есть, определиться сначала с чувствами относительно молодого человека, то есть, определиться, что вы чувствуете к нему, что вы ощущаете к нему. Вот. И дальше, соответственно, уже думать о том, как, собственно говоря, действовать дальше и что предпринимать. Вот. Кроме того. Кроме того. Кроме того. Вы не формулировали свой, ну, вопрос, да? То есть, что делать, чтобы что получить? В итоге. Вот. Что в итоге вы хотите получить? Что в итоге вам, собственно, нужно? Чего в итоге вы хотели бы? То есть, если вы хотели бы, например, чтобы он перестал вас, ну, не знаю, к примеру, оскорблять, да? Если бы вы этого хотели. Допустим. Это одно. Ну, как бы, гармонизировать отношения можно и нужно, да? Гармонизировать, гармонизации отношения поддаются. Вот. Это не... Ну, это не сложно. Если вы хотите разобраться в себе, то это другой момент, другой аспект. И как бы это другое направление работы. Поэтому определитесь, определитесь с тем, что вам, собственно говоря, нужно. Ну, и дальше мы уже будем, вот, из этого исходить, и дальше мы сможем вам помочь. И дальше мы сможем помочь вам сделать, ну, сделать то, что вам, к примеру, хочется. Вот. Такая вот история. Так мне этот момент видится. И я очень надеюсь, что вы мою точку зрения разделите. Потому что это... Ну, это будет просто полезно для вас. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остался дополнительный вопрос, вы можете выбрать любого психолога на нашем ресурсе и с ним интересующие вас моменты обсудить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч, пока. Продолжение следует...